Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на моем канале психолога-нутрициолога. И сегодня мы с вами говорим о такой составляющей, как кофеин и ваше состояние нервной системы. Я уже поднимала вопрос о нервных заболеваниях и употреблении кофеина. Сегодня я хочу говорить с вами о том, как кофеин воздействует именно на вас. Мы с вами должны запомнить, что кофеин приблизительно содержится в крови около 6 часов. То есть после 6 часов вы становитесь менее активны, менее внимательны, менее сосредоточены и ищете судорожно новую дозу кофеина. Но что делает с вами кофеин? Он часто не дает усваиваться многим необходимым витаминам, которые необходимы для нормальной и здоровой работы активной мозга. Что нужно сделать для того, чтобы себе помочь и восстановить нормальное состояние здоровья? Я имею ввиду психологический статус. Сразу отменять кофеин я не рекомендую. Я рекомендую обратить внимание на продукты, которые будут способствовать протеканию ваших митохондриальных реакций более спокойно. И это продукты богаты витамином D, витамином C, витамином группа B. Если это у вас есть, то вы можете себе позволять небольшое количество кофеина, и это будет нормально отражаться на вашей жизнедеятельности и вашем состоянии здоровья. Если в вашей продуктовой линейке нет этих продуктов, то вы должны начать заботиться о том, что называется терапия посредством замещения определенных нутриативных источников. Очень много сказала, говорю проще. Вам необходимо добавить в свою пищевую линейку БАДы, которые будут помогать вам восстанавливать ваши возможные дефициты в связи с таким образом жизни, которым вы ведете. Как еще кофеин воздействует на женскую гормональную систему? Да, он ее постепенно уничтожает, если вы не балансируете данное состояние. Это очень сильно зависит на самом деле от работы печени, от работы желчного пузыря, от работы других составляющих, которые являются такими адептами этого процесса. Чего не стоит делать? Не стоит никогда пить натощак кофеин, пить кофеин сразу во время еды, например, и сразу после еды. Это мешает пищеварительному процессу и доставляет неудобства вашей составляющей, вашей митохондрии. Грубо говоря, что вам нужно для себя сегодня понять? Если вы встали и чувствуете себя, грубо говоря, не очень, и вы считаете, что вы поднимете свой уровень энергии при помощи кофе, вы глубоко ошибаетесь. Все, что вам нужно сделать, это создать благоприятные условия для вашего функционирования на целый день. Что это может быть? Это может быть действительно прогулка, физкультура и нормальное состояние работы головного мозга. Это определенные витамины и работа с подсознанием. Иногда вам нужно использовать медитацию, расслабление для того, чтобы освободить свои мысли и настроиться на позитив. Что может способствовать вашему восстановлению от кофеиновой зависимости, как я ее так и называю. Это может быть ударная доза витаминов, аминокислот. Это может быть также скомпенсированный рацион и также нормально налаженный режим график сна и бодрствования. Очень важно, друзья, для себя понимать, что кофеин это не панацея, это лишь либо предстрастие, либо способ существования, к которому вы привыкли. Также кофеин вреден, если вы недополучаете из пищи аминокислоты, а в особенности тирозин, который очень часто разрушается при постоянном употреблении кофеина. Друзья, я вас очень прошу в этом видео продумать о том, как вы будете взаимодействовать со своей системой, опираясь на здоровое питание и на здоровый сон, на здоровые привычки, на здоровое расслабление. Друзья, с вами Алена, ваш психолог, нутрициолог, блогер. Если будут вопросы по поводу неврозы и кофеина, прошу вас оставить их в комментариях и написать мне свое желаемое состояние, о котором вы мечтаете без употребления кофеина. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok